Вульфпак нас всех обманул. Что я имею в виду? Вульфпак нас реально обманул, потому что сегодня я хочу показать тебе все недома в Брукхейвен. У нас их реально много. Я могу сказать то, что для меня странно, что Вульфпак вот эти недома добавляет в раздел «Дома». Почему не поставить их просто отдельно? Наверное, начну я с самого первого, самого обычного, наверное, который вы, может быть, ожидали или не ожидали здесь убить, но зато вы все его знаете. И с нами это место уже давно. Это военная база. Когда мы называем это военной базой, мы не называем это домом. Мы называем это военной базой. Хотели бы вы в таком доме жить, где на крыше стоят пушки и вот так вот все неуютно? Когда мы заходим вовнутрь, здесь мы видим сразу то, что у нас очень много вот так кроватей двухъярусных. Что означает, что здесь спальня для роты солдат. Дальше здесь у нас сразу тренажерка и вообще такой небольшой спортзал для солдат. И небольшая кухня, где нет абсолютно ничего, а только холодильник и микроволнов. Когда мы спускаемся вниз, мы видим здесь тюрьму. То есть, скорее всего, ну, я не знаю, что здесь происходит, но здесь тюрьма. Дальше здесь вот такие, типа, мини-кабинеты, да, или, я не знаю, там, военных для работы. Здесь вот такая вот исследовательская комната, да, какие-то кнопки. Это ракеты. Дальше здесь у нас, мы все знаем, вот эту вот не секретку, но просто вот эти лабиринты, подземные ходы под домом, под самим домом. Оружие. Давайте дальше посмотрим, что у нас наверху. Поднимаемся выше, и здесь мы видим вот такой вот обучающий класс, то есть, видимо, место, где обучают солдат там чему-то. Дальше мы можем подняться наверх и оказаться на вертолетной площадке, где у нас есть оружие, да, из которого мы можем стрелять. Здравствуйте. На все этот дом как-то не похож. Знаете, ребят, это реально не похоже на дом, и я думаю, вы все с этим согласитесь, да, тут как бы, не знаю, не поспоришь. Но это еще же не все, потому что не дома, у нас есть еще несколько не домов. И первый, точнее, уже второй не дом, это у нас вот этот вот ракета-дом. Это тоже странное место, которое в Ульфпак, я считаю, мог бы поставить абсолютно в другом месте, абсолютно отдельно от домов, а просто поставить вот такую ракету где-нибудь на краю Брукхейвена, и мы могли это посещать, грубо говоря, как больницу, или таунхолл, или церковь, да. Еще же у нас Ульфпак церковь не добавил в раздел домов, но ракету добавил. Когда мы проследуем наверх, мы можем, конечно же, наблюдать здесь вот такой лифт, и давайте поднимемся сразу наверх, сразу начнем с макушки ракеты, да, с самого вверх. Что здесь есть еще? Здесь есть вот такая вот, а, кстати, я здесь ни разу не была, давайте поднимемся. Мы можем подняться вот так вот наверх, и здесь у нас есть вот такая вот смотровая площадка, да, откуда мы можем увидеть прямо ракету, а можем спрыгнуть вниз на мостик и тогда проследовать дальше в саму ракету. Когда мы проследуем сюда, здесь мы попадаем вот-вот в такую вот, я не знаю, как это называется, кабина пилота, да, там, я не знаю, командующий пункт, куча всяких разных кнопочек у нас здесь. Есть секреточка, да, которую мы все знаем, которая, зараза, не работает, и когда заработает, хрен его знает. Один Ульфпак мог бы ответить только на этот вопрос нам. Я хочу знать, что это такое, мне реально интересно, да, потому что выглядит все это достаточно необычно. Что это, хрен его знает. Секрет есть, ответов нет, как всегда. Мы можем спускаться дальше и смотреть. Ну, здесь у нас, в принципе, все обычно, когда нажимаем на Hall Bridge. Здесь у нас появляется как раз-таки везде рука инопланетянина. И что говорит о том, что это инопланетянин? О том, что это ракета. Ракета куда летает? В космос. Космос где? В космосе. Что еще есть в космосе? Возможно, есть инопланетянин, да. Кстати, этот факт я не отрицаю, потому что в мире просто миллион, точнее, в галактике просто миллион тысяч планет, и, возможно, где-то на какой-то планете реально есть какая-то, какие-то живые организмы. Конечно, вряд ли они выглядят так, как их обычно изображают в фильмах, но, возможно, они есть. Здесь у нас находится вторая комната, да, что интересно, потому что здесь у нас можно спать. Да, вот такая вот комната у нас. Здесь это Cryosleep. Здесь мы спим, да, то есть это криогеника. Это, знаете, как будто замораживание, да, идет, как вы видите. Но дальше мы можем изменить эту комнату на медицинскую комнату, где, я не знаю, осматривают, я не знаю, астронавтов. Здесь мы можем подняться вот в такую ванную комнату, что достаточно интересно, потому что на ванной комнате изображена вот какая-то вот такая вот штука. Что это, непонятно. Очень необычный душ, кстати. А, нет, обычно просто кнопка светится. А, дальше мы можем вот так вот нажать на кнопку и открыть туалет. И здесь еще вот есть вот такие вот штуки. Что это, я абсолютно не знаю. Также, что вот это, я тоже абсолютно не знаю. Итак, когда мы спускаемся вниз, мы снова оказываемся здесь и можем спуститься еще ниже. Здесь как раз-таки мы оказываемся на кухне. Кухня у нас, в принципе, обычная такая, да, здесь просто стол и реально как обычная кухня, что достаточно необычно для ракеты и очень симпатично. Похоже, что реально на дом, но мы все знаем, что это не дом. Дальше мы можем спуститься еще вниз и здесь мы можем найти фьюл и оксиген, да. То есть, то как раз за счет чего у нас и двигается ракета. Мы можем вот так вот спуститься еще вниз и как раз-таки оказаться в пункте, где мы можем зажечь ракету. Мы можем нажать автоберн. После этого у нас начинается вот здесь загорание ракеты, да. То есть, как будто ракета начинает запускаться. То очень интересно. Но, ребят, я не знаю, это еще не все, потому что у нас это только второй не дом в Брукхэйвен. Давайте посмотрим третий. Ну и, конечно же, третий не дом в Брукхэйвен это субмарина, которую в Ульф Пак точно так же абсолютно мог добавить просто в не раздел домами, а, например, на Одиссе, на Одиссе, на Одиссе, на Одиссе Мэрисон, блин, на озере Мэрисон можно было запустить там. Здесь, конечно, так же не пахнет, но это место определенно похоже на чем-то, на как раз-таки ракету, да, такие же какие-то штуки, так же Oxygen Fuel Damage. Здесь у нас есть вот такие подводные ракеты, которые можно запустить. После этого можно их вернуть и дальше запустить целую ракету. Там мы, конечно, сейчас это проделываем, потому что это интересно, но я уверена, что вы все знаете об этом секрете. Но давайте посмотрим. Сейчас у нас вернулись пустыми, и можно нажать Reload. После того, как мы нажимаем Reload, у нас вернутся наши ракеты, и после этого как раз-таки вернулись. Мы можем пробежать дальше по прямой, нажать здесь Launch тоже, и у нас здесь вот эта ракета, которая находится, она здесь сейчас запустится, и мы можем это, конечно, наблюдать на камерах. Смотрите, загорается, и полетела, полетела ракетушка наша, вылетела, что достаточно прикольно, как секреточка, но здесь у нас также внизу, что есть еще. То есть весь тот этаж, это такой пункт управления вообще всей этой субмарины, а как раз-таки внизу уже более-менее такая, как жилищная часть работников этого потрясающего корабля. Здесь мы можем видеть склад, на котором у нас, конечно, есть секретка с сейфом, да, и мы все об этом знаем. Дальше здесь находится у нас, получается, шесть кроватей, да, вот так четыре и еще две, где спят, конечно, какие-то ребята, да, которые здесь работают. Прикольно. И также здесь вот есть такая небольшая обеденная зона, где можно покушать. Дальше можно пройти вот сюда, и как раз-таки здесь есть кухня, где можно приготовить, не так, как в доме, в первом доме, да, в первой военной базе. Здесь есть и плита, и все, короче, есть раковина, даже руки можно помыть. И дальше здесь также какая-то рабочая часть. Вот здесь можно активировать какой-то зеленый шар, что достаточно прикольно, я не знаю, что это такое, мне интересно. В принципе, на этом все, а, ну здесь вот еще вот такая ванная есть и туалет сразу. И здесь-таки достаточно, довольно уже все, все закончилось, и здесь больше ничего нет. Но это все три нет дома. Также у нас есть в Estates Pack еще тюрьма, которая тоже почему-то добавлена в дом, но она могла бы спокойно существовать отдельно. Ребят, напишите в комментариях, что думаете об этом, я считаю, Вольфпак нас обманывает.